Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео посвящено в очередной раз микросервисам. На этот раз мы продолжим создавать два микросервиса, связывать их между собой, собственно говоря, через Message Queue, то есть через очередь сообщений. И сегодня мы проделаем самую большую, самую сложную работу, то есть настроим все необходимое, ну и, возможно, попробуем сделать уже какие-то запросы. Итак, коллеги, что у меня есть? У меня есть установлен RabbitMQ на моем локальном компьютере. Вы можете установить его через Docker или просто в систему. В общем, я бы рекомендовал, конечно же, Docker. Суть вот в чем. Он только что установлен. У меня буквально вот здесь ничего нет. Я только создал пользователя. И вот здесь вот на вкладке, даже в разделе Virtual Host вообще ничего нет. То есть у меня один дефолтный, вот буквально только что свеженький установленный. Собственно говоря, все сводится к чему? Я бы рекомендовал вам создать Virtual Host и на него назначить пользователя, чтобы ваши сервисы работали через него. Надо понимать, что микросервисы, они могут посылать пачку сообщений на этот RabbitMQ. И, в общем-то, если у вас какое-то разделение есть, желательно, что вот этот Virtual Host, то есть такой как бы каталог каких-то вот запросов, он был как бы сгруппирован конкретно по конкретному, конкретно по конкретному, простите за каламбур, да, хосту. В общем-то, это как еще можно разделить? Например, у вас есть develop, да, какой-нибудь контур, да, и, допустим, production. В общем-то, RabbitMQ в сети может стоять один, а вот хост у него разный. И, собственно говоря, и настройки получатся разные, и пользователи будут в одном месте управляться. А вот среда, то есть environment, в которой будут использоваться, ну, то есть develop или production, они уже будут разграничиваться по названию хоста. Ну и, в общем-то, что мне первым делом нужно будет сделать? Давайте я создаю новый Virtual Host. Ой, надо ввести имя. Ну, давайте я его забегом на будущее. Так как у нас есть, как вы помните, юзеры и orders, давайте по этому образу и подобию придумаем название для хост, которое будет звучать так. Communication. Communication. Демо. Ну, я так думаю, что это не последний раз, когда я показываю что-то именно с RabbitMQ. В общем, чтобы для разных видео у меня были разные хосты. Ну, вот, наверное, это удобно и... Ладно, не важно. В описании я ничего не буду писать. Я скажу, что я его хочу создать. Итак, у меня вот этот Communication демо создан. Я теперь могу в него перейти. И, в общем-то, мне теперь нужно сюда добавить пользователя, который будет говорить... Который сможет выполнять сюда запросы. RabbitMQ User у меня уже есть, поэтому я нажал кнопку применить и, в общем-то, вот здесь... Ой, нет, вот здесь... Теперь вы видите, что у Communication демо хост у него есть пользователь RabbitMQ User. Именно этот Communication демо и RabbitMQ User мы будем в настройках использовать. В общем-то, что теперь самое интересное? Самое интересное то, что теперь RabbitMQ настроен. Никаких эксченджей, никаких очередей теперь создавать не надо. Я могу теперь переключиться на Virtual Host Communication. И все мои запросы будут лететь сюда. И они будут отфильтрованы от всех остальных. Ну, если бы, допустим, у меня был там в локальной сети этот сервер, с ним бы много кто работал, я бы мог бы работать вот напрямую со своими серверами, со своими сервисами. Конечно, коннекшенов у меня теперь нету, ченнелов, естественно, нету. RabbitMQ здесь создал настройки по умолчанию, я их трогать не буду. И есть очереди, ну, вернее, должны быть, да, те, которые из эксченджей. В общем, неважно. Смотрите, когда мы используем MassTransit, то он берет на себя обязанность все вот эти эксченджи и QQ очереди создавать сам автоматически, то есть по требованию, причем в нужном формате, и все это конфигурируется через MassTransit. Это его большой плюс. Ну и, собственно говоря, здесь больше настраивать нечего, все остальное настроит сам MassTransit. Теперь давайте переключимся в Visual... Не Visual Studio, а Visual Studio. И потому что у нас несколько солюшенов с разными проектами, и мы сейчас дальше будем создавать еще один солюшен с общей сборкой, которая будет шариться на два сервиса. Итак, в прошлом видео, в прошлый раз мы создали два проекта User Services, а также Order Services, ну, вернее, сервис, да, который у нас как бы псевдо-такую связь имеет, да, через базу данных. Собственно говоря, в этом моменте будем создавать новый проект, который будет являться сборкой, то есть классом, library, ну, то есть с библиотекой, которую мы будем использовать. Я, конечно же, буду использовать NetCore. Такс, итак, мне нужно NetCore. Я нажимаю Next. Ну, и здесь мне нужно выбрать ту самую папку, в которую я хочу положить Select Folder. Пусть этот проект называется Calabonga. Ну, давайте так. Mass Transit Контракт. Соответственно, Солюшен давайте назовем Calabonga.Mass Transit, а конкретно сам проект будет называться Контракт. И таким образом я создаю его. И сейчас хочу на секундочку остановиться. Причины остановки я назову такие. Возможно, возникнут вопросы и связанные с тем, что если микросервисы должны быть по определению не связаны, то зачем же мы тогда делаем сборку, которая, собственно говоря, их свяжет. На самом деле, не связанные микросервисы это набор маленьких монолитиков, если хотите. То есть, другими словами, сервисы, набор сервисов, пачка сервисов, группа сервисов это система. Это система, которая призвана решить бизнес-задачи. То есть, то, для чего вообще это все задается. Суть в том, что когда у вас монолит, у вас это находится в одном приложении. И таким образом у вас зависимости, они есть, они явные, они в одном приложении, они одно целое. когда вы забираете какой-то функционал из монолита и выносите его в сервис, таким образом разделяя непосредственно на проекты, зависимости при этом, конечно, изменяются, где-то вообще разрываются, где-то будет псевдозависимость, например, по номеру идентификатора, ну, в базе данных. Но, тем не менее, для того, чтобы сервисы между собой работали, общались, у них в любом случае будет какая-то зависимость. Где-то больше в каких-то проектах или на примерно каких-то платформах, где-то чуть меньше. Но в данном случае мы используем .NET платформу, .NET Core и, собственно говоря, MassTransit. То есть, помните, я в одном из видео говорил, что для того, чтобы MassTransit работал правильно, то есть, чтобы ходили сообщения, два сервиса между собой связанные вот через очередь сообщения, они должны использовать один и тот же namespace, то есть, одни и те же ViewModels или как хотите, DTO, если хотите, которые должны быть в какой-то сборке и бить один и тот же самый namespace, чтобы MassTransit и RabbitMQ, в частности, мог разрулить эти зависимости. Собственно говоря, опять же повторюсь, что так как понятие микросервисной архитектуры, оно такое, знаете, очень гибкое и всего лишь там четыре абстрактных понятия существуют, которые определяют характеристики микросервисов. Не буду вдаваться в подробности, если интересно, поговорим позже. может быть, на каком-нибудь вебинаре, если хотите. Вот. Но суть в том, что любая часть, реализованная вами на любой платформе, все равно так или иначе свяжет ваши микросервисы. Либо через общие прототипы, либо через общие сборки, либо через общий функционал, который вы будете шарить, например, через контракты, или, допустим, через общие конфигурации, как мы сейчас будем делать. В общем, то, что понятия сервисы не связаны, это немножко такое подмена понятий. Да, они не связаны, да, они лежат в разных репозиториях, да, у них свой собственный continuous integration и там CICD. Все это, конечно, да, но тем не менее сами данные в зависимости они есть, они никуда не деваются. Другое дело, что принцип их уже будет немножко другой. Ну ладно, все, хорош, на этом пока. Итак, давайте продолжим. Я для начала удалю ненужные namespace и вообще, что я удалю вообще вот этот весь класс. Смотрите, для того, чтобы мне настроить вот этот вот самый masstransit, мне как минимум нужно установить эти самые Nougat пакеты. Давайте я напишу masstransit, даже вот так вот целиком. Мне нужен сам masstransit, ASP.NET Core, так как я использую ASP.NET Core, мне соответственно, да, хочу, мне соответственно нужен masstransit, ASP.NET Core, вот этот вот. Так как я использую ASP.NET Core, мне нужно еще поставить dependency injection, ну и последнее, что мне нужно сделать, определиться, для чего я буду использовать этот masstransit. Ну, как вы видите, я могу установить, сразу покажу, RabbitMQ. Давайте его сразу и установлю. Но суть сводится к тому, что можно использовать masstransit поверх, например, других приложений, других очередей сообщений, собственно говоря, вы их, сейчас я вот покажу, например, Azure Service Bus, например, ActiveMQ, например, MongoDB, ой, сорян, это не то, например, где-то здесь еще был один, вот, MSMQ, то есть, на самом деле, то есть, то, над чем может являться настройка masstransit, их уже, как минимум, мы насчитали четыре. Ну, и, в общем-то, мне можно еще подключить логирование этого самого masstransit, например, SiriLog, или LogForNet, или InLog, или, ну, то есть, вы видите, что возможностей достаточно много. Ну, я пока на этом остановлюсь, мне больше ничего не нужно, и теперь мне нужно, помимо того, что создать файл конфигурации, мне нужно подстроить подключение к RabbitMQ. Я это буду делать здесь, а сделаю это через extension, покажу, как это сделать, а в самих микросервисах, так как у меня пока два, я бы мог бы это сделать вручную, ну, бывает такое, что микросервисов немножко больше в системе, чем два, и поэтому настраивать каждый раз, ну, изменения, да, там, менять пароль или еще что-то, ну, конечно, пароли никто не хранит, за хардкожи, они хранятся в специальном месте, ну, я имел в виду, что какие-то параметры, которые там настраивают работу сервиса, в каждом сервисе, помимо того, что можно изменить для каждого свои собственные настройки, можно еще использовать дефолтовые значения, которые обычно хранятся в одном месте. Итак, коллеги, смотрите, я буду показывать так, как обычно делаю я, и, собственно говоря, вы можете сделать по-другому, просто, чтобы у вас было понимание того, что и для чего. Ну, во-первых, смотрите, у нас есть, допустим, юзер сервис, допустим, у нас есть ордер сервис, и эти сервисы могут иметь разные настройки подключения к Рэббиту, ну, в частности, через MassTransit. И для того, чтобы появилась возможность использовать кастомные, то есть, кастомизированные какие-то настройки для конкретного сервиса, предполагается использовать общий, дефолтный, ну, с возможностью их переопределения. Итак, для начала я создам класс, который назову масс, давайте с большой буквой, масс, транзит, ой, транзит, конфигурэйшн, здесь я обычно создаю несколько свойств, ну, например, булево значение это из дебаг, на тот случай, если мне не нужно в какой-то момент времени подключаться к сервису, я позже это обработаю, это свойство, и просто ставлю, допустим, в конфигурации файлов, в апсетинг ставлю из дебаг фоллс, ну, и, в общем-то, понимаете, да, что произойдет. Дальше, мне нужно еще одно свойство, которое будет воплощать в себе возможность добавления конфигураций в сам масс-транзит. А, сервис коллекшн, так, я неправильно написал, давайте я напишу правильно, iService Collection, сейчас я найду, так, еще раз, iService Collection, BAS, ну, видимо, придется написать Collection, BAS, конфигуратор, вот оно. И, собственно говоря, это тот самый конфигуратор, который позволяет вносить изменения к конкретному сервису в настройки при подключениях к масс-транзиту через RabbitMQ. Я его назову конфи, нет, конфи, конфигуратор, и, вот так вот. И дальше, следующее свойство, мне нужно иметь доступ к самому масс-транзиту, я вот так вот скажу, что это будет Action снова очередной и это будет iBAS Control, ну, то есть, это сам базовый класс, как вы видите, вот, масс-транзита. И я его назову, как вы догадались, BAS, ой, Control. Дальше, следующее свойство, которое мне потребуется, и, ну, я обычно добавляю имя сервиса, который делает подключение. Во-первых, это в логах очень удобно. Ну, давайте ServiceName, вот таким вот образом. Теперь лишние namespace я удалю. Здесь я пока не буду ничего больше писать. А теперь давайте сделаем следующий. То есть, нам нужно теперь вот эти настройки получить на сервисе. Я понимаю, что, возможно, я не очень понятно говорю, но вы потом пересмотрите, посмотрите, как это будет использоваться, и пересмотрите видео, и будет все очень понятно. Итак, мне теперь нужно сделать extension для iServiceCollection, который будет использовать этот MassTransit Configuration, читать его данные, читать для него данные из Upsetting, и, собственно говоря, настраивать подключение непосредственно уже к самому MassTransit. Итак, я давайте конфигураем сервисы MassTransit, такой вот сайт, ой, такой вот класс создан. Конечно же, он будет static, потому что это будет extension, и здесь первым делом мне нужно сделать, ну, давайте так, проб, это будет void, это будет, давайте я имя тоже нормальное заведу, ой, конфигураем services, и сделаем его тоже static, и уберем, конечно же, свойства, и это будет метод, собственно говоря. Так, ну, и теперь, в общем-то, мне нужно вот в этой конфигуре services получить iServiceCollection, для того, чтобы я мог iSped.netcore настроить, это у нас будет services, так, ну, да, collection services, дальше, мне нужно, чтобы здесь был iConfiguration, потому что я буду читать данные из апсеттингов configuration, и, собственно, мне потребуется, так, давайте я вот так вот сделаю, и, собственно говоря, мне потребуется вот этот вот mass transit configuration, то есть, тот файл, который я хочу, собственно, и настраивать. mass transit configuration, давайте вот так назовем, mass transit configuration, ну, и, в общем, больше мне, по-моему, ничего не потребуется, если что, конечно же, поменяем, так, ну, и теперь первым делом мне нужно определиться, что если mass transit, вот этот вот configuration, он равен null, то, собственно говоря, мне тогда и настраивать-то больше нечего, давайте поэтому так и напишем, if mass равен null, ну, давайте сделаем, ну, вообще, давайте вот так сделаем, или, допустим, у меня mass configuration из debug, тот самый, там включено true, мы тогда делаем ретурн и никаких настроек для mass транзита мы не делаем, ну, а, в общем-то, теперь самое интересное, для того, чтобы получить настройки, rabbit mq, я их вот так вот назову, давайте просто rabbit, чтобы меньше писать, и теперь из, ой, теперь из configuration, то есть, из настроек, мы получим секцию, которая называется, ну, давайте назмем rabbit, чтобы сразу не только mass транзита писать, а чтобы мы знали, что у нас есть подключение к серверу, rabbit сервер, и теперь у нас, давайте мы там сделаем url, то есть, тот самый, давайте даже вот так вот назовем, это будет rabbit section, ну, в хорошем смысле, конечно же, так, теперь из этой секции мы должны получить get value, давайте вот так вот напишем get value, не, ну, конечно же, будет стринговым, и здесь я назову url, давайте подключим сборку, которой не хватает, так, эта сборка называется Microsoft Extension Configuration, и мы будем использовать, давайте вот так вот напишу Microsoft вот, Extension Configuration, но только я еще буду Binder использовать, Binder, который как раз и может читать данные, Install, да, хочу, соответственно, установилась еще и конфигурация, вот он, Configuration, так, вот мы прочитали уру, то есть туда, куда он подключаться, и еще я бы хотел получить тот самый хост, потому что мало ли куда можно перенаправить подключаться сервис, get value, пусть будет опять value, нет, это будет у меня опять же string, ну, string, и я хочу получать хост, это даст нам возможность переподключаться к нужному серверу при помощи буквально изменения какого-то количества настроек в файле конфигурации или при использовании DCI, то есть Continuous Integration, то есть вот этот вот процесс создания образов для докера можно подставить значение, ну, я не буду сейчас углубляться, поехали дальше. Дальше нам нужно установить еще одну сборку, которая позволит использовать общие для микросервисов экзепшены, я ее создал специально для себя, в принципе, если она вам понравится, тоже можете использовать микросервис Core, да, вот она, хочу, так, как, и теперь давайте проверим наличие, что у нас есть во-первых, что у нас есть вообще секция, да, у Rabbit Section, что она есть вообще в этом файле конфигурации, или, давайте так, у нас это string, да, нет, это секция, а вот, допустим, URL, это у нас уже string, поэтому можно сказать string из null empty host или string из null empty URL, то есть, если у нас нет параметров для подключения, то мы должны сказать new micro service argument null exception, ну, вот это как раз из сборки колобонга микросервиса score, и здесь нам достаточно, так, что-то здесь у меня неправильно, сейчас посмотрим, оператор cannot operand bool ну да, конечно, равен null, вот, и здесь можно написать типа сообщение app settings какой-нибудь там does not contains data for rabbit ну, достаточно и здесь нужно сказать так вот tech row вот, то есть, если не найден файл конфигурации, мы будем выкидывать exception, ну, а теперь, собственно говоря, раз у нас уже все есть, мы возьмем те самые services и настроим подключение к rabbit, для начала нам нужно сказать, что мы хотим использовать mass transit, в этом mass transit нам нужно указать bass factory, то есть, то, как будет подключаться этот mass transit и к чему, как вы видели, он может подключаться к разным message queue сервисам, нам нужно установить, какой конкретно мы будем использовать, давайте, сразу здесь поставлю, и, в общем-то, первое, что нам нужно сделать, нам нужно добавить bass, то есть, это тот самый bass control, который мы будем использовать, и давайте здесь тоже такой сделаем, bass factory, раз они просят здесь bass factory, давайте им дадим bass factory, и, в общем-то, мне теперь нужно создать этот самый bass factory, давайте вот так сделаем, var bass равно bass, нет, не так, bass factory, нет, а, нет, он просто называется bass, давайте вот так вот напишем, bass, да, factory, и, как видите, здесь можно использовать use rabbit enqueue или inmemory, если вы поставите другие сборки, о которых было сказано выше, то здесь появятся другие расширения, соответственно, там, active enqueue или еще какие-то другие, неважно, мне, соответственно, нужно, чтобы у меня был rabbit enqueue, и я здесь также буду использовать настройки, которые мне позволят подключиться к нему, для этого нужно сделать следующее, во-первых, нужно указать kfg, ну, пусть будет kfg, так, короче, и теперь мне нужно вот в этот kfg указать host, который я уже, собственно говоря, получил из настроек, так, он здесь задается, насколько я помню, вот, rabbit settings, нет, давайте будем использовать, так, 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 вот, host, у нас host будет называться, давайте вот так сделаем, rabbit, mq, это такой специальный, дальше у нас будет url, это то, что мы получили из сервиса, дальше будет slash, и дальше будет host, вот, по этому адресу он будет обращаться, и теперь можно указать конфигуратор, конфи, мышка мешается, конфигуратор, мы здесь уже будем настраивать как раз, ну, конечно же, мы здесь будем настраивать конфигуратор, вот таким вот образом, и теперь будем уже здесь настраивать подключение к нашему rabbit, здесь нам нужно указать юзерней, ой, конфигуратор, конечно же, нужно правильно, как видите, здесь уже пошли настройки для rabbit mq, и я здесь буду использовать юзерней, так, сейчас мы его поставим, дальше, мне нужно здесь использовать паспорт, ну, на самом деле, опять же, этот паспорт можно получить из, собственно говоря, из настроек, с файлов настроек, или, допустим, их хранилище, пароли, тоже каким-то образом, я не знаю, как вы храните, но я вот здесь хост получил вручную, так сказать, из апсеттингов, а паспорт я вошью сюда, но, опять же, только демонстрации ради, а вас прошу так не делать, так, мне нужно найти настройки моего пользователя, для этого у меня здесь есть специальный стикер, я сейчас его найду, вот, этот стикер мне не нужен, и, в общем-то, вот мой пользователь, и, в общем-то, вот мой пароль, я надеюсь, что я ничего не менял, надо также сказать, что здесь у вас есть конфигуратор, этот KFG является настройщиком непосредственно, то есть конфигурацией RevitMQ, здесь можно настроить, ну, допустим, так, сейчас я вспомню, как называется, Endpoint, конфигура Endpoints, здесь можно настроить, ну, собственно говоря, разные варианты используют, допустим, ну, допустим, URL, да, то есть, там, через, допустим, CamelCase, или SnakeCase, то есть, здесь есть такая возможность, ну, давайте я по умолчанию настрою, BassFactory, пусть будет Snake, вот он, SnakeFarmatorInstance, ну, SnakeCase, в принципе, это с подчеркиванием, чтобы оно везде было одинаковое, я хочу, чтобы у меня было именно в таком формате, дальше, здесь можно дальше также настроить, допустим, HealthCheck, здесь можно настроить, допустим, JSON серилизатор, и DessereLizer, вы можете использовать какой-нибудь кастомный, ну, в общем, вот в этом месте можно настроить один раз, для всех сервисов одинаковые, ну, у вас настройки по работе с этим вот, RabbitMQ, вот, собственно говоря, то, ради чего мы, несмотря ни на что, я, в принципе, не буду это дальше ничего менять, я продолжу, да, так, у нас здесь, в этом параметре, больше ничего не требуется, нам теперь нужно здесь сделать Return, тот самый Bass, который мы создали, отконфигурируем, но перед тем, как его отдать, у меня есть Mass Transit Configuration, помните такую штуку, и здесь есть Control Configuration, и сюда можно отдать тот самый Bass, в общем, я думаю, что вы понимаете, что произойдет, то есть, те настройки, которые будут переопределены в сервисе, они тоже будут применены, помимо базовых настроек, которые сработают через вот контракты, через настройку, но на этом еще не все, дальше нам нужно сделать следующее, я хочу в Bass, в Mass Transit Configuration, вот в этот самый Bass Control, я хочу добавить еще iService Service Collection, потому что при настройке в сервисе мне нужно будет иметь некоторое количество зависимостей, которые я могу, хотелось бы, чтобы они у меня были, когда я буду конфигурировать сервис, я просто уже опытным путем выяснил, что по-другому, кроме как здесь добавить это невозможно, давайте я здесь поставлю Bass Control, у нас, кстати, может быть Null, сюда я должен отдать Bass, а сюда я должен сказать, что я хочу сюда отдать Services Build Service Provider, так, а я написал Service Provider, да, ну, конечно же, здесь, давайте, вот так вот прям нажму Alt Enter и попрошу ReSharper поменять мне настройки, да, конечно, я хочу вот так вот сделать, iService Provider, то есть, у меня Service Provider возможно, ну, то есть, даст возможность использовать dependency injection, то есть, резолвить эти зависимости прям в конфигураторе, ну, и теперь еще пока не все, помните, у нас в настройках, так, давайте сохранимся, у нас в настройках есть еще конфигуратор, который позволяет Bass Configurator настроить, давайте отсюда это берем, и это тоже я бы хотел использовать, мне для этого нужно сделать X Configurator, не, давайте так сделаем Mass Configurator, я хочу настроить вот таким вот образом, то есть, отдать в конфигуратор X, и вот этот вот Bass, который мы создали и настроили, упадет в настройках, ну, я, возможно, сейчас все сильно усложняю, но, поверьте мне, это будет работать, ну, и последнее, что мне нужно сделать, мне сказать, нужно, чтобы у меня сервис, то есть, ASP.NET Core сервис запустил Mass Transit Hosted Service, вот теперь с настройками вроде бы все, и, собственно говоря, следующим этапом, а, ну, нам еще нужно сделать extension, давайте тогда сделаем extension, который будет использовать все вот эти настройки, ну, в простом, понятном формате, даже не столько в формате, сколько вот этот вот Mass Transit Configuration, то есть, он его будет конфигурировать и закидывать в Dependency, регистрировать там, а, собственно говоря, когда вот этот сервис запустится, он вот этот вот, где он, вот этот вот конфигурацию получит из контейнера, я очень надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю, потому что я уже сам понимаю, что я что-то как-то сильно усложняю, хотя каждый раз пытаюсь говорить как можно проще, давайте я опять не буду сюда, пока вот таким вот образом только сделаю и все, и давайте создадим еще один класс, который будет называться Mass, давайте, Mass, Transit, что там, Service, да, Service, Confi, Guration, Extend, Extension, конечно же, он тоже будет static, конечно же, я у него добавлю снова свой, так сказать, фишечку, ну, просто я не люблю, когда summary пустые, это уж, простите, я, ну, ладно, бог с ним, поехали дальше, в общем, что нам нужно в этом статичном классе сделать, нам нужно указать, что мы хотим сделать конфигурацию, я это буду делать в static файле, это будет void, это будет конфигура, опс, конечно же, мне нужно сказать конфигуры, что этот метод будет вызваться в стартап, и поэтому мне сюда, ну, так как это extension, мне нужно указать this, потому что он будет сервисы extension расширять, а service collection это services, дальше, мне потребуется mass transit configuration, который я буду настраивать, давайте я его сделаю через action, mass transit configuration, это я вот так назову mass transit configuration, дальше, дальше, мне также потребуется здесь название сервиса, я его возьму со специального места, service name, и, наверное, все пока, да, наверное, все, ну, да, наверное, все, и, давайте для красоты сделаем красиво, время творить творчества, давайте его творить, итак, первое, что мне нужно сделать, нужно создать этот самый configuration, давайте я его сделаю вот так, new mass transit configuration, rv, хочу, вот так вот, и, собственно, мне нужно следующее сделать, если тот конфиг, который мне пришел от пользователя, а, я его назвал, давайте его покороче назовем, configuration, отлично, мое любимое название, и, если configuration у нас равен ну, то есть, вообще ничего нету, то мы должны сказать, что, ну, это ненормально, тех, strong, you, micro, service, с, argument, exception, ну, давайте скажем, что, name of configuration, то есть, пользователь должен все-таки какие-то приложить усилия и настроить вот, configuration, и дальше, если этот configuration пришел, мы сделаем таким образом, так как у нас там, как он называет, action, то есть, делегат, то мы должны сказать следующее, configuration, transit, configuration, то есть, мы переопределяем значения, которые пришли от пользователя на те, ну, то есть, не переопределяем, переполучаем в наш транзит configuration значение, которое нам передал пользователь. Ну, и дальше ряд проверок. Если у меня, допустим, название, как он называется, сервиса, который делает запрос, при этом, после обновления пусто, сервис name, так, секунду, сейчас, как я его назвал, правильно, сервис name, mass transit configuration, если, да, вот этот вот, ой, mass transit, нет, я его назвал, transit configuration, service name, ну, ну, то есть, имя сервиса не указано, тогда, собственно говоря, уже, как бы, известное, что нужно сделать, микросервис, null exception, и name of, пусть будет, service name, давайте вот так вот и сделаем, mass, нет, transit configuration, service name, ну, это говорит о том, что пользователь, когда будет подключаться сервис к Revit MQ, мы, в принципе, не узнаем, кто к этому сервису подключился, это, конечно, такие внутренние механизмы, но, тем не менее, ну, и последнее, что остается сделать, это, как раз, вот, в наши сервисы, то есть, в сервисы ISP.NET Core, services, ой, что я пишу, вот, добавить, как Singleton, тот самую конфигурацию, которую мы создали, и это у нас называется, о, нет, transit, Configuration, таким образом, смотрите, у нас, давайте, по полочкам получится, мы создаем, transit, Configuration, это файл, который, настройки, который позволяет, переопределить их, в каждом сервисе, то есть, вот, через экшен, мы сделали, конфигуры, сервисы, где мы, инжектим, этот самый, mass transit, Configuration, вот он, а потом, его используем, чтобы настроить, mass transit, и бас, а чтобы этот, mass transit, Configuration, появился, в системе, для инжектов, мы сделали, вот этот, вот, конфигурацию, конфигур, да, вот этот метод, статичный, который, позволит, так, мы не используем сервисный, ну ладно, сейчас чуть попозже, который позволит, в Singleton, запихнуть, обновленную конфигурацию, и, в общем-то, будет понятно, будет понятно, да, что у нас, почему-то, не использовал, ну, вот, в общем, смотрите, тут два варианта, если вот так вот сделать, или, service name, давайте так вот, string, то есть, во-первых, можно в самом, файле конфигурации, приписать, а, во-вторых, можно, использовать его, там, кастомно, да, то есть, передать в конкретный метод, если, либо тот, либо тот пустой, то у нас получается фигна, фигня, в противном случае, мы смотрим, давайте вот так сделаем, я, сейчас вот это вот, ctrl-c вырежу, вот это, ctrl-d скопирую, если, этот пустой, тогда мы скажем, что, exception, если, это пустой, тоже exception, а выбрать, собственно говоря, мы возьмем, по образу и подобию, ну, то есть, конфигурации, пришел, вот здесь вот, то, значит, мы его будем использовать, если нет, тогда другой, и здесь тогда нужно, в транзит, название сервиса, сервисный, а, все правильно, смотрите, я вас взвел в заблуждение, и сам запутался, мы вот этот сервис не проверяем, конечно же, мы вот этот сервис проверяем, и если он не null, тогда, ну да, конечно, прошу прощения, я что-то переволновался, наверное, после отпуска, тяжело, сервисный, равен, вот этот вот, как раз, сервисный, и мы отдаем, уже законфигурированный наш сервис, еще раз, мы создали файл конфигурации, в котором указываем сервис, в котором мы определяем параметры доступа, к нашему, баз конфигуратору, и, собственно говоря, сервис провайдеру, мы определили сервисы, экстеншен, который позволит настроить нам данные, позволит настроить получение данных из App Settings, прокидывание их в Mass Transit, собственно говоря, в баз, в RabbitMQ, переопределить дополнительные параметры, и сохранить конфигуратор, и для этого мы сделали экстеншен, который вот эти самые конфигурации, вот этот вот конфигурация, вот этот вот, возьмет от пользователя, и добавит их в Singleton, то есть, на самом деле, вот эта вот конфигурация, позволит полноценно использовать, на всех сервисах, все возможности Rabbit, при конфигурации, каждого из возможных, составных частей, и Rabbit, и Mass Transit, на каждом сервисе, как кастомный, так и дефолтный, теперь давайте, откомпилируем сборку, добавим ее в проекты, я не буду делать, осознанно, Nouget, потому что, ну, это будет такой демонстрационный пример, я просто добавлю сборки в каждый из проектов, и мы попробуем настроить сервис, но для начала что, смотрите, есть два варианта подключения сборки в проект, во-первых, можно подключить сам проект, ну, добавив другой solution, и это, в принципе, тоже может быть, особенно полезно, если вы будете что-то там дебагать, ну, дебажить, или второй вариант, сделать релиз, сделать ребилд, и только релизные сборки нужно подключать в другие проекты, в общем-то, это давно и общеизвестная практика, что некоторые хост-сервисы, например, EIS, или, допустим, Castrel, они сборки, которые компилированы в дебаге, просто не воспринимают, а иногда значительно замедляют их работу, в общем, я настаточной линии рекомендую сборки, делать в дебаге, и закидывать в другие проекты, это очень плохо, и есть специальные утилиты, которые могут распознать сборку, которая была компилирована в режиме дебаг, ну, так, это, в общем, лирика, я, наверное, остановлюсь на том, что конкретную сборку добавлю в конкретный проект, ну, вообще, теоретически, если из этой штуки сделать наггет пакет, вы знаете, что, давайте вот его, собственно говоря, и сделаем, у нас есть возможность это сделать быстро, потому что dotnet core, это делает очень быстро, пусть он так и называется, давайте, компилируем его, ну, в общем-то, теперь у меня есть проект, нукет пакета, нукет пакета, и я могу его публиковать, да, все гораздо проще теперь будет, давайте я сейчас все лишнее позакрываю, и сделаю таким вот образом, открыть, где у меня, вот так вот, открыть, папку, где содержится этот, нукет пэккедж, и, в общем-то, мне нужна здесь папка bin, и здесь я хочу релиз, и вот он, собственно говоря, сгенерированный проект, еще есть у меня такая штука, специальная, у меня есть папка, на диске D, где лежат все мои нукет пакеты, локальные, и я сделал такую штуку, удобную, вот, send to, и колобонга нукет, и она там появится, если интересно, как я это сделать, я покажу в отдельном видео, в общем, у меня теперь в той папке находится, мой, собственно говоря, вновь созданный нукет пакет, мне теперь осталось переключиться в users, давайте начнем с юзеров, и достаточно теперь просто установить, этот самый нукет пакет, как вы видите, у меня сорсов их два, вот есть обыкновенный нукет, есть колобонга, настройки можете здесь поправить, там просто нужно указать путь к новому сорсу, в моей папке, которая указана в настройках, до колобонга слэш нукет, есть один пакет, вот я его инстанавливаю, описания, конечно, нет, плохо, но пока фиг с ним, у нас задача не нукет пакет делать, а, собственно говоря, привязать сервисы, вот нукет пакет установился, и, собственно, осталось, как раз воспользоваться теми штуками, которые были написаны в предыдущей, сборке, давайте я вот эту штуку удалю, она мне не нравится, и вот здесь вот у меня есть какой-то набор параметров, если вы смотрели фреймворк, кто называется Nimble, там вот эти вот параметры, просто раскиданы по разным классам, их просто сортировать удобно, и понимать, как это работает, и здесь мне нужно теперь сделать ту самую штуку, которую мы создали в предыдущем видео, масс-транзит конфигурэйшн, и это я вас обманул, масс-транзит, масс, давайте я посмотрю, что-то я забыл, как он называется, если честно, вот он, масс-транзит, конфигуры сервисов масс-транзит, а, ну вот же, я просто назвал так, потому что я все так называю, я тут что-то, ну, в общем, понятно, конфигуры сервисов масс-транзит, здесь у него есть конфигуры сервисов, сюда нужно отдать сервисов, дальше, мне нужно сюда отдать конфигурэйшн, это как раз тот самый конфигурэйшн от ISP.NET Core конфигурации, и еще мне нужно сюда отдать, как раз тот самый Master Asit Configuration, я его создаю здесь новый, вот таким вот, простым способом, здесь я укажу, из debug, ну, давайте я не буду сейчас читать из файла настроек, хотя нам все равно придется создать, давайте создадим, я скажу, что у меня теперь есть Rebbit, давайте я скопирую, чтобы, давайте я скопирую, чтобы не промахнуться, и так у нас здесь, нет, не тут, вот здесь, Rebbit сервер есть, я его так назову, то есть, вернее, так и вставлю, здесь у нас есть, я точно помню, URL, это куда пойдет сервис, и еще у нас здесь есть хост, это тот самый виртуальный хост, который мы создали для набора наших сервисов, и, в общем-то, здесь мне останется только найти мой самый этот Rebbit MQ, вот он мой пользователь, а, Communication Demo, я копирую эту штуку, перехожу в настройки, это хост, сервис, вернее, URL, для доступа, это Local, давайте вот так, опять же, где он, переключусь вот сюда, Local Host, ну, а адрес там немножечко, ой, порт немножечко будет другой, Local Host, ну, вернее сказать, его вообще не нужно подставлять, потому что система найти его должна сама, сейчас мы это проверим, ну, и давайте я пока не буду ставить в настройках, конечно, хотя можно здесь поставить и с debug true, и с допускай перечитать, ну, ладно, давайте сделаем таким образом, что у нас это будет работать, давайте сделаем из debug, поставим false, ну, делать так делать, я сохраняю, и теперь вот этот rabbit сервер копирую, здесь говорю, что у меня есть configuration, get section, который называется rabbit, я даже, наверное, вот так сделаю, var section, ну, от слова, секция, конечно же, ну, вынесем это все наружу, вот, и теперь, собственно, можно отсюда, ну, я проверки делать не буду, хотя, конечно же, их нужно сделать, section, get value, value у нас будет string, давайте сразу, bull, вот так вот, и здесь напишу, из debug, дальше, мне нужно указать сервис name, app, data для этого существует, вот он, сервис name, хотя, наверняка, он не задан, мы этого ничего не делали, да, не делали, это у нас users, сохраним, закроем, дальше, мне нужно сюда еще, на самом деле, здесь у меня есть дополнительные настройки, которые мы переписали, при создании этого extension, то есть, bus control, это непосредственно, нам нужно настроить, bus control, и конфигуратор для сервиса, ну, давайте покажу, что здесь есть, здесь у нас, co, конфигуратор, пусть будет так, я просто хочу показать, мы пока ничего не будем сюда писать, я хочу, чтобы вы знали, где это, на всякий случай, и как с этим работать, ну, и, в общем-то, вот здесь вот у нас есть c, и здесь мы видим тот самый, сервис collection, давайте посмотрим, что это такое, это iService Collection, для bus конфигуратора, в общем, вы можете, собственно говоря, видеть здесь, что есть дополнительные настройки, именно, как это называется, bus конфигуратора, ой, я забыл, да, bus конфигуратора, то есть, добавить у него нужные параметры, то есть, вот тот самый useRabbit, то есть, это как бы просто выкинуто наружу, что вы смогли с этим работать, пока, опять же повторюсь, мы ничего не будем делать, ну, и, собственно говоря, есть сам bus control, так, что он из себя представляет, он из себя представляет, сервис провайдер и bus control, в общем, здесь у нас их должно быть два, давайте я сделаю вот так, и покажу, что первое, это bus control, здесь можно настроить, как раз, bus transit, да, bus control, это bus transit, где можно настроить, разные типы подключений, ну, в общем, все настройки из bus transit, которые вынесены, для конкретного сервиса, можно использовать, прямо здесь, и, собственно говоря, у нас еще есть, даже, dependence injection, где мы можем, прямо в настройках, получить тот самый сервис, какой нужно нам, и заинжектить, прямо в настройках, пока, я повторюсь, мы ничего этого не будем настраивать, нам главное сделать, таким образом, чтобы прошло подключение, и мы хотим его увидеть, теоретически, если я сейчас запущу, то есть, когда я запущу, мы должны увидеть, что у нас одно подключение в масс-транзите, ну, в общем-то, вот ошибочка, которую я не учел, у нас instance, как раз, вот этого конфигуратора, ну, потому что я его не задал, и, давайте вернемся в настройки, и вот здесь, ой, не здесь, вру, я обманул вас, и вот здесь, то есть, у нас конфигуратор может быть нул, и control может быть нул, но я вот что-то как-то подумал, что он будет всегда задан, это, конечно, глупо, если mass-trancit конфигуратор, давайте скажем так, не равен нул, тогда мы выполним это, прошлепал я что-то этот момент, и, соответственно, сейчас вы узнаете, ну, давайте все-таки переделаем, на правильный вариант, я сделаю так же, как и для этого, для bass-контрола, поэтому здесь, давайте его так вот все-таки сделаем, есть он не равен нул, тогда invoq, и, в общем-то, этого будет, ой, этого будет достаточно, теперь давайте изменим наш, nuget-пакет, где у него версия меняется, alt-enter, мы теперь поменяем версию, нажмем сохранить, нажмем build, проект перекомпилировался, теперь я открою снова папку проекта, открою bin, открою release, нажму правой кнопкой, отправить его, ой, отправить его в нужную папку, теперь переключаюсь в юзеры, нажимаю обновить все, управление всеми, вот у меня загорелся update, потому что в папке новый файл, я говорю update, обновление пришло, теперь можно снова запустить, так, проект стартанул, но что-то у нас здесь упало, давайте посмотрим, что упало, сдается мне, что я не поставил в настройках слэш, давайте переключимся в масс-транзит, так, и здесь у нас, нет, слэш есть, а, наверное, я не указал порт, хотя, наверное, я, смотрите, здесь свой формат, мне кажется, что я в хост, давайте переключимся, поставил скопированный http, то есть протокол, ну да, конечно, вот же он же, теперь давайте вот сюда удалим и нажмем сохранить, ну и, конечно же, теперь можно все запустить еще раз, ну, что могу сказать, и про старуху бывает портуха, особенно под прицелом видеокамеры, ну, всяко бывает, да, я думаю, что вы меня простите, ну и, как вы видите, сервис запустился, у меня здесь есть RebitMQ, давайте обновим его, ой, мне нужен connection, ну и, как вы видите, тот самый наш сервис, который, юзер сервис, он подключился, работает и готов, собственно говоря, выполнять указания, так, я думаю, что мы сейчас успеем подключить сразу и, и, и order сервис, давайте это проделаем, здесь нужно остановить, здесь нужно остановить, переключиться, соответственно, в order сервис, мне нужно установить нугит пакет, теперь это будет, надеюсь, быстрее, так, что-то я не то выбрал, да, ну, конечно, что-то я промахнулся, менедж пакет, мы выбираем здесь, мы выбираем колобонга, ищем брос, выбираем версию 1.1, да, мы именно это и хотим, ну, а теперь, я думаю, что меня простите, для того, чтобы ускорить время, я скопирую, давайте вот здесь вот, лишнее уберем, я скопирую настройки, собственно говоря, и, саму конфигурацию, мне нужно теперь здесь, вставить, ну, и, вы, наверное, понимаете, что я могу просто так, одной настройкой в конфиге, да, изменить уже строку подключения, хост, например, или другой сервис, если прям, я могу сюда вынести дополнительные параметры, и, в общем, я думаю, что, все, в принципе, понятно, как это работает, я сделаю теперь такую штуку, нажму скопировать, перейду в order service, также здесь открою, не могу, не могу остановиться, открою, стартап, скажу, хочу, секшен, мне нужен секшен, я его не скопировал, да, я его не скопировал, control-c, и, давайте его сюда вставим, пусть будет, единственное, что я здесь проверю, что это, тоже модул, я назову это orders, на самом деле, как вы видите, ну, вот, собственно говоря, по, он уже отвалился, в RabbitMQ он пишет полный путь, и, просто, сервис name, он может быть использован, где-то там, внутри, да, в консумерах, в общем-то, в хендлерах, который может, RabbitMQ перехватывать, вернее, масс-транзит, и, давайте запустим, еще один сервис, давайте запустим, оба сервиса, вот у нас, order запустился, вот у нас, запустился, да, вот orders, а это users, нет, что-то у нас не запустилось, так, а здесь у нас, ну, да, собственно говоря, это фигня, получилось, у меня оба сервиса, используют по умолчанию, один и тот же, порт, поэтому, давайте эту фигню исправим, пусть у нас будет, так, это будет users, пусть он будет один, ну, вернее, 20 тысяч один, а для сервера orders, мы его остановим, и зададим другой порт, который будет, например, 20 тысяч два, и снова запустим, оба их, теперь уже, как я не устаю, повторять, что программировать легко, если знаешь, миллион нюансов, вот, собственно говоря, все к этому идет, так, вот у нас один сервис, orders, он работает на 20.02, а вот 20.01, это у нас микросервис, в общем, другой какой-то, это у нас users, видимо, ну, и, собственно говоря, как вы видите, в коннекшенах, появилось два подключения, к virtual host, вот один, вот второй сервис и orders, и, собственно говоря, теперь можно создавать консумеры, в общем-то, у нас настроено подключение, я думаю, на сегодня нужно закончить, следующее видео будет немножко покороче, я покажу, как из ордера, нет, из юзеров, запросить у ордера, через RabbitMQ, данные, ну, а на этом, разрешите с вами проститься, будут вопросы, пишите, прошу простить меня, все мои, неуспехи, если так можно выразиться, ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, шлите деньги, что там еще обычно говорят, ну, в общем, всем, всем пока, до новых встреч, до новых встреч, Субтитры сделал DimaTorzok